Потому что любой секс-скандал, он, как лак пух своего бумажка, помогает определить, какая погода на дворе. Мне кажется, что здесь главное – это любовь к ненависти, которая существует у нас в стране. И вот, значит, не любят олигархов и не любят высоких чиновников. А чем выше, тем больше ненависти. И вот они вот соединились, ну, почему бы им не поплавать вместе около Норвегии? Я не понимаю, почему бы не пригласить эту замечательную девушку, которая давно уже является порнозвездой домашних лент порносайтов. И, надо сказать, достаточно остроумной девушкой. Вот. Ну, наверное, все дозволено. Но только надо вот иметь какую-то такую поразительную вот эту любовь к ненависти, которая характеризует нашу страну со всех сторон. И со стороны оппозиции, со стороны власти, со стороны среднего класса, нижнего класса, верхнего класса. И вот это все заварилось. А так, ну, почему не может чиновник, представляю себе, любую страну Европы, почему чиновник не может встретиться, неважно, сколько там денег у другого человека есть. Но просто встретился друг он или приятель. Или еще, по-моему, полный российский бред. То есть, все-таки это скорее секс-скандал, нежели история о взаимоотношениях бизнесмена и, возможно, в чем-то оказывающему преференции чиновник. Ну, дело в том, что вообще, вот, встреча двух людей на любом уровне, это и есть встреча уже избранников. Да, они могут оказать преференции, они могут не оказать, но, в принципе, это уже встреча на каком-то уровне судьбоносная, на большом или на маленьком. Я не понимаю, почему они не могут встретиться. Просто я не скажу, что эти люди, во-первых, я их не знаю, и что они мне глубоко симпатичны. Но я могу сказать, что отношение к этому делу, оно мне глубоко антипатично, по-моему. Пусть они встречаются, да если бы у них были однополая любовь, и еще рыбка там плавала бы рядом. Слава Богу, пусть радуется жизнь. Жизнь короткая, и надо все попробовать и использовать. Да и фотографии, которые она там делала, это же тоже какие-то приколы. Если бы у них мозгов больше было, наверное, бы они где-то ее остановили, значит, и с мозгами там не самое лучшее дело. Но все равно, почему должны все быть мозговитые? Могут и дураками тоже. То, что за периферией драматургии этого сюжета, на периферии, скажем так, Роскомнадзор практически сразу после того, как все это разразилось, потребовал от журнала «Максим» удалить подборку шуток у публикации ФБК про Дерипаску, Приходьку и вот Настю Рыбку. Почему это, во-первых, молниеносно так происходит, а во-вторых, что это такое у нас уже и шутить, что ли, нельзя? Ну, у нас шутить уже давно нельзя, у нас за анекдоты давали пятерку, в сталинские времена минимум, а потом это можно считать только, что чуть-чуть разморозилось, так что мы пришли к нормальной сталинской погоде, раз большинство людей в нашей стране не считает его героем 20 века. Так что, что там надзор, не надзор, понятно, совершенно дальним команда, вот и они все, что угодно могут сплететь. О сталинской погоде. Минкультура передумала наказывать кинотеатр «Пионера» за пять показов фильма «Смерть Сталина», британского стерического фильма. При этом накануне буквально вынесла штраф в 80 тысяч за демонстрацию фильма «Диван Сталина» Фанни Ордан. Как вы думаете, эта музыка будет вечной? Почему эта тема не уходит никак? Нет, ну, то, что действительно Сталин у нас тут поселился навсегда, это благодаря самому Сталину, потому что он, как Мичурин, вывел новый сорт людей. Только Мичурин, как известно, погиб, свалившись с клубники, ну вот, а мы все гибнем, сваливаясь с этого культа Сталина. Дело в том, что, я имею в виду все те, которые недовольны, а дело в том, что он действительно вот просто, как сделал из большого количества людей, таким Буратино, который на самом божественном во имя безумной, утопической, неизбываемой идеи. Вот это вот, конечно, есть с одной стороны любовь к ненависти, а есть еще и любовь к дурости, которая, в общем, преследует тоже нас хронологически уже с незападленных времен. И поэтому сталинская погода, это тут навека. Другое дело, что изменить это можно при очень внимательном наблюдении со стороны СМИ, которые сейчас работают ровно в противоположную сторону. Ну, собственно, и стремления к этому изменению, судя по всему, нет. Смотрите, режиссер Валерий Фокин сообщил, что уже с завтрашнего дня приступает к репетиции спектакля о молодом Сталине в стенах своего театра. И творческие люди идут в фарватере вот этой всей... Я не знаю, это может Батум Булгакова, я не знаю, какой там... Батум Булгакова, в общем-то, пьеса неплохая, но абсолютно даже, абсолютно конформистка. Кстати говоря, ну, уже мы говорили здесь в студии насчет смерти Сталина, но я видел ее в Лондоне, эту работу, и тогда было понятно, что и тут запретят каким-то образом, просто потому что у нас есть историческая такая идея, что если русский человек критикует страну, то еще как никак, а если иностранец критикует Россию, то он уже враг номер один. Это еще началось с маркиза Текюстина, который написал резкую книгу против Николая Первого и Николаевской России. Так там русские, по сути, скупали эту книгу о Франции, сжигали, сжигали, скупали, они там на этом наделали кучу тиражей, искали, значит, на Западе людей, которые бы написали протесты против этой книги. Ну, в общем, это был Николай Первый, но вот Николай Первый все-таки был покрупнее, чем нынешний, и тем не менее нынешний вот все-таки пытается ему подражать, но жутко нелепо, потому что смерть Сталина, конечно, фильм сатирический, но с другой стороны, он настолько пропитан какими-то нежными чувствами просто по отношению к тому, что это Россия, вот поверьте мне, я совершенно не играю в какую-то игру, им приятно играть Россию, а что там, так сказать, вокруг, это уже дело десятое. Ну, вспоминая того же Деквестина, да, Россия это та страна, в которой может мгновенно поменяться все, но за столетие не изменится ничего, мы должны вернуться к этой теме чуть позже, кинематографическую тему, и, собственно, она от нас никуда не уходит. Центр избирком не нашел признаков агитации в фильме Оливера Стоуна «Путин», показ которого 12 февраля начал Первый канал, предложили отложить показ оставшихся серий до окончания выборов, и, собственно, Первый канал на это пошел, объявив о том, что снимает оставшиеся серии. И как вам этот сюжет? Ну, тоже конформистский такой сюжет. А что бы Первый канал мог на это сказать, что он сказал бы, нет, мы все равно покажем. Надо сказать, что чем более стивый фильм, тем глубже могилы тому человеку, о котором делается этот фильм, потому что, в конце концов, он ничего в будущем не будет вызывать, кроме смеха, насмешек, иронии, издевательств. Поэтому я бы, например, на месте Путина не стал бы делать фильмы про себя, даже те, которые бы показывали его в критическом каком-то виде, потому что все это моментально, в секунду преображается, как только человек куда-то пропадает, или из политического поля, или из жизни, и становится это все смешным. Тут реклама начинает превращаться в уничтожение образа, и надо с этим умным человеком считаться. Вы полагаете, что Стоун — это тот режиссер, который может отрабатывать некий заказ со стороны Путина? Я не думаю, что он отработает заказ, он просто восхищается какими-то сторонами. И талантливый Фихт Вангер написал неплохую книгу о Сталине, почитайте ее сейчас, она смешная абсолютно, и многие другие книги. Дело в том, что работать с таким материалом предполагает какую-то очень большую аккуратность и объективность, а даже некоторую такую надменность писателя по отношению к своему персонажу. Как только он начинает дышать и смотреть на него снизу вверх, все дальше превращается просто в ерунду. Кстати, глава государства тут на некоторое время исчез из публичного поля, и в Кремле рассказали о его болезни, чего прежде не делалось, и уже на некоторое время исчезал президент, если вы помните, так было после убийства Немцова. Что это, не дипломатическая ли болезнь, когда вот на фоне сообщения о гибели наемников из ЧВК Вагнера ответить-то, собственно, впрямую нечего, Песков там уходит от прямого ответа, траур непонятен, да, зачем его объявлять, говорит нам пресс-секретарь президента. Может, глава государства послание федеральному собранию готовит, которое столь долго переносится. С чем мы здесь имеем дело? И когда-либо дипломатическая болезнь приносила свои результаты в истории? Вы знаете, дело в том, что я из дипломатической семьи, могу вам сказать, что дипломатическая болезнь – это дикое пьянство. Да, потому что на приемах днем и вечером подают лучший виски, лучший коньяк, и на моих глазах спилось огромное количество народа. Так что дипломатическая болезнь, имея в виду то, что человек пропадает, это не болезнь, а что-то другое. Здесь совершенно невозможно загадывать какие-то желания или антижелания по отношению к пропавшему человеку, потому что там не докопаешься ни до чего, он окружил себя забором тайны. Но это свойственная профессия, можно было догадаться сначала, что так и будет. То, что у него простуда – это тоже может быть обманом, а может быть и не обманом, может быть он что-то другое предпринимает. Вообще, это, конечно, честно, замечательный герой романа или комикса, замечательный. И это ведь дело в том, чтобы быть героем романа, ну, как Остапом Бендером, например, надо иметь какие-то тайны плутовские. Но в данном случае мы не берем даже плутовские, потому что сама биография, выход снизу на самый верх, она подразумевает такое количество столкновений, комплексов и так далее, и так далее, что делает эту жизнь, эту биографию легенда. Так что, видите, вот у него насморк там или еще чего-то, и уже легенда. Ну, кстати, сетуют, что этот насморк как бы придает образу президента некой человечности. Вот за 18 лет мы этой человечности не снискали при помощи усилий всех федеральных телеканалов. Ну, дело в том, что просто он принадлежит профессии, которая сама по себе античеловечна, да, потому что что такое разведчик? Это тот, который ищет компромат, копается в грязном белье, соблазняет отвратительными средствами, пугает и издевается порой на человека для того, чтобы ты признался. Вот форма разведчика, даже если брать Жемпса Бонда. Поэтому, если брать эту заявленную античеловечность разведчика, то ничего странного в том, что он и не проявлял. Вообще, наша страна провела в каком-то вот этом античеловечном режиме разведчика большое время. Я думаю, это еще отразится когда-нибудь. А то, что камуфлируется, конечно, чихание, но это достойно, конечно, или Хармса, или Шварца. Это хорошие предпосылки для будущих пьес. Ну, завтра обещано, что Путин все-таки примет участие в коллегии генпрокуратуры. Неясно, публично это и будет ли освещаться. Но, тем не менее, возвращаясь к сюжету вокруг гибели десятков российских наемников в Сирии, о чем сообщает пресса, вот что это за феномен? Кто эти люди, которые гибнуты, гробы, с телами которых приходят на родину? Это романтики? Что их зовет в Сирию? Или деньги? Ну, за каждого мертвого человека не ответишь. По-разному бывает. Я думаю, что там есть и такие, и сякие, как, впрочем, и в нашем правительстве. Есть романтики, есть ценники. И есть за деньги, а есть за идею. Так что тут сверху Дунису, в любой стране, где сбита шкала ценностей, идет, в общем-то, пурга среди людей ценностными. Мне кажется, что в основном эта тема, конечно, если брать как можно более широко, это тема, конечно, зарабатывания денег. Вот. Но есть и те наемники, которые пришли из Донбасса, но там просто романтики не особо просматриваются, потому что сирийская романтика, сирийская политика, она, конечно, может быть и романтична для какого-то сирийского солдата, но трудно тут себе представить российского человека. Скорее всего, это зарабатывает денег такими средствами, что рискуешь жизнью. Мне жаль этих ребят, но страна тоже виновата. Можно было найти другие способы зарабатывать деньги. Скажите, а вот эти люди, они имеют потенциально шанс спустя некоторое время стать героями неких литературных произведений? Ну, как в случае с героями произведения того же Прилепина, постфактум, войн первой и второй чеченской? Я не знаю, я думаю, что каждый достоин быть героем романа, и в этом смысле иногда жизнь муравья гораздо более интересная, чем жизнь короля. Все зависит от таланта человека, который берется за эту тему. Ну, вот, не знаю, тут, наверное, Шекспир мог бы сделать это интересно, а как сделает это наш какой-то усредненный писатель, не знаю. Но мне кажется, что вообще все, что связано с игрой в жизни, в смерти, это все годится в литературе. Что касается известности этих людей, да, их посмертные славы, это пока не так очевидно, а вот власть придерживается стратегии вообще открещивания от них. Вы понимаете, чем это вызвано? Почему, собственно, не оказать некое содействие хотя бы родным в возвращении трупов? Ну, это традиция, это традиция здесь, открещиваться от тех людей, которые каким-то образом были соблазнены государством. Я не думаю в данном случае, что так было. Я думаю, что про Донбасс. И потом действительно вернуться грузом 200 без всяких почестей, или, по крайней мере, такими странными почестями, что даже там убирают могилы и прикидываются, что ничего не произошло. Когда-то мне Немцов рассказывал, что он пришел к президенту Путина с огромной авоськой, в котором были протесты против того, чтобы изменять гимн на пять советских. И Путин, со слов Немцова, он сказал, что у меня больше информации, чем у вас, сказал Путин, и сказал, что какой народ, такие песни. Здесь же, можно сказать, гораздо более мрачнее, какой народ, такие гробы. Поэтому, в общем, эта история не весела. Ну, о Борисе Немцове мы еще вспомним. К тому же есть и повод. Власти Москвы согласовали акцию памяти оппозиционного политика, убитого в 2015 году. Шествие на 25 февраля на Страстном бульваре. Согласовали, пройдет оно до проспекта Сахарова. Наверное, вот сейчас задам вопрос коротко. Власти выпускают пар, да, таким образом. Не хотят шума перед выборами, или чем мотивировано это решение? Ну, давайте не будем в гадалки играть. Уже все время то Путин, что он там думает, что власти Москвы. Честно говоря, мне абсолютно это неинтересно. Что там власть думает, и из какого места у него выходит пар. Вне зависимости от того, будет это шествие или нет, память о Немцове живет? Ну, в общем-то, это был шанс у нас. И он рассказывал, что дедушка, то есть Ельцин, думал о том, что может быть он станет когда-нибудь президентом. Мы сделаем перерывку. Такая традиционная болезнь, это французская, да, это французское выражение о дипломатической болезни. Она действительно связана с тем, что человек отказывается от того, что, значит, приходит, приходит куда-то, и он не идиот. То, значит, тогда это, ну, как бы, я заболел. А я вот просто из этой семьи и дипломат, я заметил, что это чудовищный ураган пьянства. Просто, ну, вы понимаете, это же все время ты с бокалом, бокалом и... И это не зависит от нации. Я знаю американцев, которые спевали, французов, обычного медиа. Это просто... А вот вы говорите, вы в Англии смотрели смерть Сталина, и для себя сразу решили, что вот это... Вот что? Именно критическая тональность? Дело в том, что в России просто не любят, во-первых, комиксы, а там эта эстетика комиксов. Вообще комиксы, это не российская эстетика. А второе, просто там сделано это с той иронией, которую тоже у нас не воспринимается. Самая тема иронии, а когда она накладывается на какие-то важные люди, то... Мы были с моими друзьями канадцами, посидели, посмеялись, народ там была куча, похохотали даже некоторые. А потом вышли, и они говорят, ну как покажут? Я говорю, не покажут, но если дураками было, то тогда, наверное, и скандалы строят. На ваш взгляд, это талантливо сделано? Там замечательные актеры, но это... Понимаете, эстетика... Не ваша эстетика? Нет, я люблю комиксы очень. Я им писала, они... Мне просто считают, что все зависит, на какой... С точки зрения комикса, замечательные зоны. С точки зрения критического реализма. Я большой поклонник комиксов. Лексус в Москве. Сто тридцать пять, сорок восемь, двадцать восемь. Код Москвы, четыридцать... Танисус говорил, что нищета, правдоподобие – это то, что убивает искусство. Нищета... Там нет правдоподобия, там просто придумана вся история. Понимаете меня? Нищета – правдоподобие. Теперь времени хватит на все. Русская литература связана с правдоподобием. Вы можете продолжить. К выборной истории. Ксения Собчак сегодня подала иск в Верховный суд с требованием отменить регистрацию на выборах Владимира Путина. Кандидат в президенты сказала, что глава государства не имеет права баллотироваться, поскольку ранее уже неоднократно занимал этот пост. Но, собственно, это никогда не было секретом. А теперь что произошло? Это такой элемент в активизирующейся предвыборной гонке. Вы чувствуете какую-то, в кавычках, интригу? Потому что более-менее все понимают, кто выйдет победителем или кто придет к финишной ленточке первым. Вы знаете, вот эта игра выбора, которая происходит, она меня совершенно не интересует. Поэтому я просто остаюсь без комментариев здесь. Что касается... Собчак я просто большой поклонник ее артистического таланта. Но что касается вот этих гонок выборных, то мне это все не нравится. — Даже на уровне слов, да? Если идентифицировать происходящее как выборы, голосование, воля заявления... Это игра... Знаете, у Гесса есть замечательный роман «Игра в бисер». Это игра, которая отвлекает людей от реальной жизни и, в конце концов, кончается довольно драматически. Вот нынешняя игра выбора — это такая игра в бисер. И кто бы там ни играл, мне кажется, что эта игра только разрушает страну. — А какие-то не декоративные, не игровые слова могут быть произнесены? В конечном счете дается каждому по часу федерального эфира из кандидатов. Может быть, их стоит использовать? Кстати, почему наш президент отказывается раз за разом? Нынешний президент отказывается... — Слушай, ты не сказал, вы меня все время заставляете думать за президента. Пусть он сам за себя думает. А что касается... Это игра в бисер или куколный театр. Кто хочет, тот пусть и смотрит это. — Ну вот, кроме как в постановочном шоу в виде прямой линии, президенту нечего сказать, видимо, на ваш взгляд. — Этого я не знаю. — Своему избирателю. В Польше закон о Холокосте, подписал Анджей Дуда, вводится уголовная ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинение польского народа в причастности к Холокосту. Вам не чуждо Польша, насколько я знаю, по истории вашей семьи, за что там борются и насколько вообще поддерживают вот эту инициативу, уже воплощенную в виде законодательного акта жители этого европейского государства? — Вот в Польше новая беда, действительно. Потому что я, зная Польшу вообще с конца 60-х годов, очень рано женился на Польше. То есть женился на Полике из Варшави, но фактически женился на Польше, потому что там жил, много приезжал, выучил язык, вообще не заглянув ни разу в словарь. И мне всегда казалось, что это поразительно романтическая, красивая страна, в которой люди очень свободны. Вот прошло много времени, и сейчас оказалось, что там довольно много националистов противных, мерзких, которые издеваются над интеллектуалами, которые портят отношения с Германией и так далее, и так далее. Все решили испортить еще с одним соседом с Украиной. Да, там отношения ужасные были в течение истории, не лучше, чем с Россией или с той же Германией. Но зачем бульдозером давить продукты? Да, там были страшные беды с двух сторон, безусловно, страшные беды. Но возвращаться к этому, по-моему, совершенно нет никакой необходимости. А Бендера не любил Польшу. Польша не любила многих людей, которые сразились за свободу Украины. Столкновения ментальные происходили еще на моей памяти в Восточной Польше между православными и католиками. Все это было так. Но это вот редкий случай, когда можно употреблять официозное слово. Это действительно разжигание ненависти между теми народами, которые должны найти какой-то консенсус. И мне отвратительно. И это Дуда, и вот этот Карлик, который там правит писом эти партии националистические. Мне просто они отвратительно. И мои друзья в Польше, они все против них. То есть все против этой партии. Я просто не встречал ни одного человека из тех людей, которые достойны быть польским интеллектуалом, которые это поддерживают. Не говоря о том, что там действительно и самолетом тоже они разыграли. Да, польско-российские отношения тяжелые. И груз на память, на все. Но самолет тут ни при чем. И вообще много ни при чем. Здесь просто... Знаете, вот есть... Машина попадает в грязь и начинает изо всех сил вообще вырываться, и грязь летит от колеса. Вот этот Дуда вот такой грязью бросается вообще. Это именно история национализм, такая националистическая. И в этом случае там уголовной ответственности за упоминания о поляках в контексте соучастников Холокоста нет ничего от, скажем так, борьбы за национальную польскую идентичность в позитивном смысле этого слова. Польская идентичность, насколько себя хорошо проявила, и солидарности, и даже раньше, да вообще, вот уже за что не надо бороться, поскольку это все есть. Это просто-напросто националистическая позиция, которая дает людям пробиться наверх, используя какие-то демагогические конструкции. Тоже появилось и в Чехии, и в Венгрии. Вообще, вы понимаете, по миру гуляет эпидемия глупости. Она связана с разными, и с Трампом, и с Брекситом, и у нас тут есть много людей, зараженные глупостью, сильно зараженные. Но чтобы в Польшу она пришла в таком виде, для меня это сюрприз печальный. Я всегда думал, что Польша каким-то образом обеспечила себе прививку от глупости. Нет, и поляки тоже туда же. А что-то от того, что вы определили, как любовь к ненависти, у поляков наблюдается, с вашей точки зрения? Да, ну, поляки любовь к ненависти оттачивали как нож по отношению к русской государственности. Как нож оттачивали. И оттачивали они с первого раздела Польши, и это неудивительно. Но они никогда не путали государственность и русскую культуру. Как, кстати говоря, порой путают, например, сейчас на Украине, что делают большую ошибку. Поляки просто понимали, что русская культура как раз по ценностям, ближе им. И они, наоборот, питались ей. И, наоборот, говорили, что мы без русской культуры, говорили мне поляки, которые ненавидели Советский Союз, мы без русской культуры были бы провинциалами. Да, Михник себя называл, я антисоветский русофил. Вот такие вот позиции настоящих поляков, которые действительно интересны. А что касается этих националистов, то, в общем, жалко, что так получилось. Но, видите, тоже надо быть всегда как-то на чеку. Потому что Комаровский так, во-первых, был бывшим президентом, так казалось, что это невозможно. Что вот эти олухи могут прийти к власти. Но невозможно. Нет, возможно. Оказывается, олухи и приходят к власти. На Закольцовое, возвращаясь, видимо, к тому, с чего мы начинали, о русской культуре. Майские праздники у нас тут пройдут без крупных голливудских релизов. Выход блокбастера «Мстители» перенесен с 3 на 11 мая. И поговаривают, что это сделано для того, чтобы устранить конкуренцию для российских картин, среди которых режиссерский дебют одного хорошего актера, Константина Хабенского, Собибор. Тоже тема Холокоста здесь звучит. И поговаривают, что эта идея принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому. О перспективах которого сохранить свой пост после переназначения, после отставки правительства, после выборов, поговаривают как о весьма сомнительных. На ваш взгляд, вот это что такое? Это лебединая песня Мединского? И вообще, должны ли здесь со стороны государства наконец-то быть четко расставлены приоритеты? Это вот здесь русское кино, здесь голливудское? Или это все регулируется самим потребителем кинематографа и кинолюбителя в состоянии решить все сами? Знаете, дело в том, что министр-идеолог – это министр, который принадлежит к какому-то другому веку, может быть, 19 веку. В 21 веке выходить в министра культуры и быть идеологом – вещь опасная, потому что идеологий много, особенно в России, где, в общем, ценности очень разобщены. И попытаться угодить одному тренду, вот этому патриотизму, так, квасному и военно-патриотическому движению, и оставляя где-то на периферии либералов, почвенников и так далее, и так далее. Это значит, в общем, открываться для удара. И, видимо, этот удар и последует. Я не против идеологии, которая может защищать и военно-патриотическую идею, как ни странно. В конце концов, есть солдаты, есть офицеры, есть генералы, и они имеют право на защиту. Но, с другой стороны, покрывать всю страну этим покрывалом – это надо понимать, что где-то это покрывало прорвется, и оттуда что-то вылезет. Поэтому ничего не будет удивительно, если следующим министром будет не идеолог. Министерство культуры хорошо должно работать как администрация, которая помогает талантам разных величин и разных направлений и плюрализму. А если так, то тогда, можно сказать, подождите, так либералы для России сделали такое количество добрых дел. Мы в этом году будем праздновать 200-летие самого крупного либерала в литературе Тургенева. Так что ж мы его зароем опять? Пушкина не похоронили в Петербурге, потому что Бенгендов объявил его либералом в разговоре с Николаем. Так послушайте, так либералы-то сделали настолько много, что воевать с либералами – это абсолютно бессмысленная идея. За эти шесть лет Владимир Мединский сделал для российской культуры позитивного больше, чем негативного. Вот по вашим сугубо писательским оценкам, как человека в культуре живущего? Дело в том, что он попытался развернуть культуру, хотя до него это пытался сделать и Путин во втором году. Ну, по-моему, поворот не получился, но он останется известным вот этой попытки. Спасибо большое. Это было особое мнение писателя Виктора Ерофеева. Провел передачу я, Станислав Крючков. До встречи.